Слушайте В городе змей О нем никто вам не расскажет лучше, чем мы Мы – это я, Юсуф, сын сапожника И я, Мохан, мальчик из города Машин И я, принцесса жемчужной слезы А началось все это с того, что после смерти моего отца Сапожника из маленькой деревушки У нас с мамой все отобрал за долги Жестокий падишах Саламат Оставив нам лишь хижину да старую корову Чтобы не умереть с голоду, мы с матерью Решили продать корову старости Но тот вместо денег дал мне за корову три зернышка Из которых будто бы вырастет волшебное дерево до самого неба Два зернышка утащило ворона, а одно я посадил И к утру действительно дерево выросло Только выросло оно не вверх, а вниз Корни его распластались по земле А ветви ушли так глубоко под землю, что вершины совсем не было видно И тогда я решил спуститься вниз по перевернутому дереву до самой его вершины Много чудес встретил я в пути Проходя мимо темницы, где падишах заточил голоса поэтов, борцов за свободу и ученых Я помог этим голосам выйти на волю, чтобы они вновь начали борьбу за свободу и счастье людей А в городе машин я встретил мальчика Ну да, это был я, Мохан У тебя был один единственный палец, и ты нажимал им кнопки на пульте в своей огромной пустой комнате Ну а остальные пальцы мне отрубил мой отец, так как считал, что сын богача не должен работать За него все могут сделать машины А как здорово, Юсуф, что ты увел меня с собой в странстве по дереву А помнишь, мы встретили с тобой принцессу жемчужные слезы? Ага, да нет, я была просто дочкой булочника Эти слезы мои, падая на землю, превращались в жемчуг Мой хозяин, торговец рабами, бил меня, чтобы получить побольше жемчуга И как хорошо, что вы помогли мне бежать И теперь мы уже втроём путешествуем по ветвям перевёрнутого дерева Остановитесь Тут что-то такое А ну-ка, Мохан, дай мне фонарик Сейчас На, возьми Ты молодец, что захватил его Ага Тут прибита огромная толстая доска Прямо к ветке Смотрите-ка, огненные буквы на ней так и горят Берегись, ни шагу дальше Это город змей Ой, я очень боюсь змей Уйдёмте, пожалуйста, уйдёмте отсюда подальше Правильно, я тоже боюсь змей Нет, нет Останемся Надо же нам посмотреть, что это за город А вот и ворота Постучим-ка посильнее Эй! Откройте! Эй! Если вам дорога жизнь Нет! Недорога! Откройте! Ну что ж Я вас предупреждал Лучше бы вам не входить Но уж коли вошли, проходите скорее Я должен запереть ворота Какой странный город Весь опутан проволочной сеткой Зачем? И окна домов И двери И лавки И улицы И над самим городом, смотрите Тоже сетка Как второе небо И лавошники сидят как в клетках Удивительно Действительно странно А люди красиво одеты Только какие-то запуганные Правда? Печальные Опустили глаза И не разговаривают Заметили? А город хороший Широкие улицы А, хороший Ни одного цветка Ни дерева Ни кустика Этот город напоминает мне мой Только здесь Люди есть Послушайте, сторож Что все это значит? Зачем эта сетка Это... Тише! Ради Бога, тише! Не говори так громко Почему это я не могу говорить громко? Я спрашиваю Ой, Юсуф! Посмотри туда Вон туда Видишь высокую башню? Ух ты! Какой на ней свет загорелся Прямо ослепительный Это шар! Крутится огромный, как солнце шар Видите? Да, да Это от него идет такой слепительный свет Стало светло, как днем Что это? Что такое? Кто это? Ой, как страшно Ой! Смотрите! Сколько людей идет Мужчины несут какие-то длинные черные ящики Сторож! О великий, о милости Да послушай, сторож Перестань прочитать Ну на одну только минуту Скажи нам, что в этих черных ящиках Тише! Говори тише, брат мой В ящиках покоятся тела счастливых избранников Которых великий царственный змей Махарадж Сегодня милостиво коснулся жалом Ой! О великий милостивый Ой! Их ужалила змея? Да тише ты, тише Не змея, а великий царственный змей Махарадж Если он услышит, что ты называешь его змеей Он страшно разгневается Боюсь, как бы он и тебя не осчастливил прикосновением своего жала Как? Осчастливил? Но ведь люди же от этого умирают Великий царственный змей Махарадж Владыка нашего города Каждый день он жалит десять человек То есть жалует своей великой милостью А почему эти черные ящики такие большие и тяжелые? В каждом ящике вместе с телом счастливого избранника Лежит все его имущество Золото, драгоценности, посуда Таков закон Его издал правитель нашего города Саркар Он живет вон там В той башне, видите? Где крутится солнце шар Там написано Вход воспрещен Правитель Саркар делает все, чтобы продлить нашу жизнь Он надел весь город в железную сеть Чтобы гнев нашего владыки великого змея Махараджа Не обрушился на головы его послушных рабов Однако не проходит и дня, чтобы кто-то не умер А что же смотрит ваш правитель? Где он? Его никто никогда не видел Кто знает, может он тоже, как и все мы, боится великого змея Каждый день мы приносим сюда, к подножию башни, еду и все, что нужно И оставляем вон там, где сейчас поставили люди черные ящики Когда стемнеет, все это кто-то забирает Но мы не знаем кто Но я тебе говорю, Саркар делает все, чтобы помочь нам Хороша помощь, спрятался А вы же видите, как знаете Да еще неизвестно, не помогает ли ваш Саркар этому змею А что ты, о чем ты говоришь? Тише, тише ради неба Десять человек умирают каждый день Почему вы не убьете этого жестокого змея? Ты сошел с ума Если он услышит, он и тебя ужалит Видишь, видишь, свет погас Оставьте меня, оставьте меня, оставьте меня Ужалил 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 Меня ужалил Змей Махарадж Ой Мне страшно Страшно Ой И как темно стало Ой, страшно Ой Ой Требещите, жители города Бойтесь моего гнева Гнева великого царственного змея Махараджа Тот, кто пойдет против меня Будет немедленно ужален Как этот человек Смилуйся, владыка Мы твои покорные рабы Вот мы лежим перед тобой во прахе, смилуйся Ложитесь, ложитесь, дети, дети Ложитесь на землю Зачем он нам ложиться, спрашивается Еще не хватало, чтобы мы стали унижаться Перед каким-то поганым змеем Требещите Перед великим Царственным змеем Требещите Никто не устоит Против моего жала Расходитесь по домам И требещите Скорее Скорее Дети Да мы скорее Скорее Юсуф Пойдем скорее Пойдем отсюда Юсуф Нет, 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 не пойду Я останусь здесь И посмотрю, кто придет за этими ящиками Я пойду к башне А вы оставайтесь Нет, Юсуф, не ходи Я боюсь Ты погибнешь, Юсуф Нет, пойду Сейчас темно Наверное, в темноте Они начнут переносить ящики Люди говорят, жестокие саркары Любят делать свои дела в темноте Темнота скрывает их от глаз подданных Ну, я пошел Юсуф Берегись, чужестранец Не шаг дальше Ой, Юсуф Вернись Вернись Не ходи дальше Вернись Ерунда Я должен посмотреть, что тут делается Ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Снова вспыхнул свет. Больно глазам. Я вижу его, теперь вижу. Вот он лежит. О, Бонни, Бонни. Он умер. Умер. Смотри, у него на лбу черная рана для свет укуса. Не плачьте, дети мои. Ваш друг еще не умер. Кто вы? Откуда? И почему вы знаете, что Юсуф не умер? Спасите Юсуфа, добрый человек. Не могу, я очень стар. Но ты, Мохан, ты можешь. От укуса этого змея есть лекарство. Пойдешь ли ты его искать? Пойду. Если даже ради спасения Юсуфа мне придется пожертвовать жизнью. Хорошо, сынок. Но тебе придется одному спускаться по дереву. Ну что ж, я спущусь один. Ведь это для Юсуфа. Хорошо, сынок. Спускайся. Пока не увидишь надписи. Город спящих. Хорошо. В этом городе разыщи самого старого человека. У него на шее ты увидишь золотую цепь с большим рубином. Если старик отдаст тебе рубин, Юсуф спасен. Но все это ты должен проделать за три дня. Иначе змеиный яд проникнет в мозг Юсуфа. И тогда уж ничто в мире не вернет его к жизни. Ой, я иду. А как же принцесса и Юсуф? Не беспокойся. Я позабочусь о них. Прощайте. Я достану эту трубин. Неприятно достану. Ну, девочка. А теперь пойдем со мной домой. Дедушка, а как же Юсуф? Сейчас его внесут в башню. Надо скорее уходить. Здесь опасно. Ну, вот мы и дома, милая. Теперь мы в безопасности. О чем ты плачешь? Да еще жемчугом перестань. Юсуф, что с ним будет? Что они с ним сделают? Ну-ка, взгляни сюда. А ты знаешь, что это такое? Ой, так ведь это же ситара. И я так любила играть на ней. Ну, вот и прекрасно. Возьми. Это волшебная ситара. Тому, кто сумеет извлечь звуки из ее струн, она ответит на любой вопрос. Ты поняла меня? Скажи мне, ситара, что с Юсуфом? Юсуфа унесли в башню, опустили в подземелье. Саркар. Саркар отдал приказ сжечь его через три дня. Ой, бедный Юсуф. Не плачь, не плачь. Нам ведь жемчуг не нужен. Впереди еще три дня. Лучше спроси, где Мохан? Мохан спускается по волшебному дереву. Ему трудно, но он не теряет мужества. Ой, ведь у него же только один палец. Как я ненавижу свои беспалые руки. Ненавижу, ненавижу. Но я все равно спущусь. Я все равно достану рубин. Пусть даже все руки и ноги будут содраны до крови. Я спасу тебя, Юсуф. Спасу, как ты спас меня из города Вашин. Падаю, падаю. Ну что же, крепче держись, Мохан. Крепче. Вспомни Юсуфа. Он умрет, если я не принесу рубин. А я буду цепляться. Как обезьяна я заставлю свои беспалые руки. Что это? Пальцы? У меня растут пальцы. Десять пальцев, как у всех. У меня пальцы, пальцы, пальцы. Вот что значит работать руками. Ну, теперь я ничего не боюсь. Теперь-то я спущусь так же быстро, как это сделал бы Юсуф. Как говорил Юсуф, вот и город спящих. Ну что ж, войду. Красиво как. Пышные деревья, масса плодов, сады. Ух, а какая огромная крепость на горе. Надо спросить кого-нибудь. Вон пастух идёт. Скажи, брат, как мне найти самого старого человека в вашем городе? Что? Не знаю. Ступай дальше. Хм. Странный какой-то пастух. Сестра, скажи, как мне... Ничего не знаю. Ох, ничего. Садовник, скажи мне... Иди, Дальше, я ничего не знаю. Да что они, правда все спят, что ли? Разговаривают, как во сне. Он старик сидит. Ой, какой у него трубин на груди. Огромный, красный. Это, наверное, тот самый. Старик, кажется, тоже спит. Возьму-ка я тихонько трубин, и он не услышит. Ага, попался. А вы разве не спите, как все в вашем городе? Нет, нет. А ты кто такой? Что тебе надо? Очень прошу вас, Сахиб. Дайте мне ваш волшебный рубин. Если вы его не дадите, мой самый лучший друг умрет от змеиного яда. Я пришел за рубином. Хорошо. Я дам тебе рубин. Но взамен ты должен достать мне жемчужную раковину. Жемчужную раковину? Скажите скорее, где она? О, видишь? Видишь вон ту, ту крепость? Да. О, вон там живут великаны. Злые и хитрые волшебники. Они заколдовали жителей нашего города и держат их в полусне, так, чтобы люди могли работать, но не могли сопротивляться их власти. Я хочу разбудить людей моего города от заколдованного сна, но для этого нужна жемчужная раковина. Если она затрубит в полный голос, долина спящих проснется, и власти великанов придет конец. Великаны это знают, поэтому держат раковину у себя в крепости и стерегут ее по очереди, не смыкая глаз. Стерегут день и ночь? Так как же я ее достану? А это уж твое дело. Думай. Могу тебе сказать только одно. Вот сейчас как раз наступило время, когда в крепости откроют ворота, чтобы впустить в нее жителей. Они принесли великанам обед. Хорошо. Я не знаю, как я проникну туда, но я добуду вам раковину, Сахиб. Первый день почти кончился. Юсуфу осталось всего жить два дня. Ну, я пошел! Иди, иди. Храбрый мальчик. Ох, если б он-то был жемчужную раковину. Белорогий, брат мой, ты где? Ты где-где? Я здесь, здесь я, Чернорогий. Стерегу раковину. Сегодня подданные прислали нам вкусных жирненьких парашков. Ох, хорошо. Обед ведь, брат. Погоди, погоди. Погоди. Что? Послушай, Чернорогий. А ну, понюхай. Пахнет человечьим духом. Ты занес ко мне человечьий дух. Где-то здесь живой человек. Я же чую. Ну, чую же. Ну, а смотри мои карманы. Может, я прячу его? Ну, не знаю, не знаю. Во всяком случае, мой нос меня никогда еще не обманывал. Не знаю. Ну? Ты говоришь, обедать. Ты, погоди, погоди, а как же раковина? Ничего с ней не случится. Ну да, не случится. А не нос поднят. Ворота на замке. Да и комнату можно запереть. Идем. У меня аппетит разыгрался, Макси. У меня. Идем. Ха-ха-ха. Обманул. Обманул. Ух, как здорово я обманул этого глупого Верзилу. Спрятался в складках его одежды и проник сюда. Ну, а теперь посмотрим. Ох, вот она. Жемчужная раковина. Берегись. Ты умеешь говорить, а трубить тоже умеешь? Умею, но нужно, чтобы человек поднял меня и приложил к губам. Фу, я сейчас подниму тебя. А ты труби, только сильнее, громче. Труби так, чтобы крепость великанов рухнула, а город спящих проснулся. Ну-ка, ну, ух, 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 какая ты тяжелая. Фу, я не могу тебя поднять. А лёжа я никогда не затрублю. А нельзя ли как-нибудь сделать, чтобы ты стала полегче? Можно. Где-то, не знаю где, есть роза. Если эту розу приложить ко мне, я стану такой же лёгкой, как и она. Ну вот, ещё какая-то роза. Ну, где я её возьму? Берегись. Открываю дверь. А-а-а-а! Вот он, человек! Я ж говорил, говорил! Ну, подожди! Ну, погоди, человек! Вот он, я говорю! Пусть идите! Пусть идите! Пусть идите! Дедушка, вот уже второй день кончился, а Мохана всё нет. Ну, что же, давай спросим Ситару. Может, она ответит. Мохан хотел похитить жемчужную раковину, но это ему не удалось. И сейчас он в плену у великанов города спящий. Завтра они его убьют. А-а-а! Дедушка, милый дедушка, что же делать? Теперь ещё надо спасти Емохана. Это очень трудно, очень. Ты испугаешься? Нет-нет, не испугаюсь. Что надо делать? Нужно раздобыть жизнь великанов. А их жизнь спрятана в сердце горной вороны. Она сидит в золотой клетке на вершине высокой скалы за сто миль от города спящих. Ой! В клюве ворона держит серебряную коробочку, в которой лежит роза. Вот эту-то розу и нужно отнести Мохану. Тогда он спасён. Но разве я успею всё это за один день? Ну, принцесса, конечно, такое дело не по плечу. А если ты и вправду не принцесса, а дочь булочника? Да-да, это правда. Я дочка булочника. Я сейчас же побегу. Постой! Куда там бежать? Времени мало совсем. Возьми вот эту палку. Ой, какая красивая! А зачем, дедушка, у неё два крылышка? А это не простая палка, а волшебная. На ней ты долетишь до места быстрее, чем на самом быстром коне. Держись за неё обеими руками. Вот так, да покрепче, так. А она понесёт тебя по воздуху. Неси меня, палочка, скорее, к горной вороне. Полететь! Признаться мне, не терпится наказать этого мальчишку, брат. А бросай его в огонь, брат мой. Пустите! Пустите! Пустите меня! На помощь! На помощь! Зови! Зови! Кто тебя тут услышит? А, Юрка какая! Что? Кусается? Помогите! Помогите! Тихо! Я лечу к тебе! Слышишь, брат мой! Лечу! Что это? Принцесса! Ко мне! Споти меня! Что это? Кто осмелился? Чей голос? Как проникла сюда? Держись, мопан! Я лечу! Я здесь! Принцесса, берегись! Осторожнее! Осторожнее! Они схватят тебя! Как она проникла сюда! Ворона! Ворона! У нее в руках! Ворона! Ворона! У нее в руках наша жизнь! Лови! Лови! Лови, девчонку! Вот она! Ваша жизнь в моих руках! И я разрываю ее! Вот! 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 Принцесса! Принцесса! Ты жива? Да, Мохан, я жива! Просто что-то очень страшно загрохотало, и я испугалась! Мохан, а где великаны? Где крепость? Крепость рухнула, и великаны погибли! Ой, как здорово! Смотри, вокруг цветущая долина! Скоро тут будут жить счастливые и свободные люди! Смотри! Жемчужная раковина уцелела! Да, да! Ты принесла мне розу? Давай скорее, без нее нельзя поднять раковину! Ну, скорее, скорее! Уже третий день кончается! Надо положить розу на раковину! О, вся легкость и нежность цветка вошла в меня! Ну-ка! О-хо-хо! Принцесса! Смотри, она и вправду стала легкой, как перышко! Да-да! Ну, теперь бегом к старику, которого рубим! Скорее! Нет-нет! Подожди! Ну-ка, садись на палку! Ну-ка! Вот так! Держись! Держусь! Полетели! 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 Сахип! Сахип! Вот она! Вот она, раковина! Мальчик мой! Сын мой! Ты принес мне раковину! О! О! Радость! Вот, рубин! Бери его и спасай друга! Спасибо, Сахип! Какое счастье! Какое счастье! Раковина в моих руках! Сейчас я оживлю ее своим дыханием, своей любовью к людям, и она заговорит! Проснитесь! Проснитесь, люди! Ты слышишь, сын мой? Ты слышишь зов жемчужной раковины? Да, Сахип! Труби! Труби! Труби, раковина! Труби громче! Сильней! Проснитесь, люди! Проснитесь, люди! Проснитесь, все угнетенные! Проснитесь, люди! Проснитесь! Молодец, сладкая булочка. Теперь нам нельзя терять ни минуты. Солнце сейчас зайдёт, наступит ночь, и тогда Юсуф погиб. Ой, дедушка. Идёмте скорее к башне. Идёмте, идёмте. Молчите оба и не на шах не отставайте от меня. Вот и башня. Тише. Тише, тише. Говорить буду один я. Вы молчите. Кто здесь? Рабы Саркара. Что вам здесь надо? Мы пришли служить Саркару. Пойдите. Скорее вниз по лестнице. Нам нужно проникнуть в подземелье, пока ещё не зашло солнце. Не шумите. Тише. Тише. Осторожнее. И ещё ступенька. Вот. Не упади. Тише, тише, Мохот. Вот. Вот. И подземелье. А где же Юсуф? Где он? Солнце заходит. Вот он. Я вижу. Вот он лежит. Быстро приложи рубин к рамке на его лбу. Вот так. Слава небу. Успели в последний миг. Солнце уже закатывается. Мохот. Мохот. Запри дверь крепче на все засовы. Так. Так. Ого. Они что-то почуяли. Бегут сюда. Страшно. Хорошо, что здесь тяжёлые засовы. Дедушка. А рубин стал зелёным. Почему? Он высасывает яд, девочка. Кажется, Юсуф вздохнул. Юсуф. Юсуф. Кто здесь? Где я? Юсуф. Принцесса, это ты? И я Юсуф. Ой, что это, дедушка? Будто тысячи змей вокруг. Где рубин? Рубин где? Змей окружают нас. У меня, вот она. Разбей его. Бросай с коней. Да скорей. Бросай, бросай. Дедушка, дедушка. Всё окажается. Стены падают. Дедушка. Бежим отсюда. Бежим отсюда. Бежим. Бежим. Бежим, что есть духу. На улицу. Бежим. 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 саркара, целые груды змей. И груды алмазов, изумрудов, золото. Так вот, кто забирал наше имущество. Гляните, люди, вон стоит наш спаситель. Где он? Да вон тот старик с белой бородой. Благодарите его, люди. Благодарите, говорите. Нет, нет. Нет. Благодарите не меня, а вот этих храбрых детей. Это они своим мужеством спасли вам жизнь и освободили от лукавых и страшных властителей. Не было никакого царственного змея-махараджа. Был жестокий человек саркар, который держал в своих руках весь ваш город и умерщвлял вас. С нынешнего дня вас больше никогда не ужалит ни одна змея. Царство змей кончилось навсегда. Как это хорошо! Мы опять все вместе и даже не верится. Куда же вы теперь отправитесь? Конечно, к вершине волшебного дерева. надо спуститься по нему до конца. Сладкая будочка. Возьми-ка волшебную ситару. Поиграй. А что я должна спросить у нее, дедушка? Ничего. Просто поиграй. Она сама скажет, если захочет. Юсуф! Юсуф! Где же ты, сын мой? Юсуф, мальчик мой! Мама? Это же голос моей мамы. Откуда? Солдаты падишанха отняли у нас домик. Горе мне, горе! Юсуф, мальчик мой, где ты? Где ты? Где ты? Ты слышал, Юсуф? Я должен помочь ей, дедушка. Мне надо выбираться скорее наверх, а я так глубоко под землей. Как быть? Ого! Как говорит мой друг Юсуф, а разве моя крылатая палочка не выдержит всех нас четверых? полетели, наверное. Ого! Полетели! 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 А я говорю выгнать ее! Выгнать! И немедленно! Я покажу тебе, как выгнать, мама! Юсуф, мальчик мой, вернулся. Опять этот мальчишка. Взять его! Постой, подни шаг! В чем вина этого мальчика? Он беглец. Он убежал, чтобы не служить мне, в то время, как мое войско готовилось покорить соседнюю страну. А зачем тебе покорять соседнюю страну? Чтобы завладеть ее золотом, алмазами и богатством. Ах, вот как! Ну, видишь, он ту глубокую яму, в которой растет дерево корнями вверх. Я только что вышел из нее. Там в глубине несметные сокровища. Спустись туда, и ты найдешь такие драгоценности, какие тебе и во сне не снились. Солдаты, за мной! Постойте! Не удерживай их, Юсуф! Пусть все до одного отправляются за золотом и алмазом его. Вот так. Все там? Все. Отлично. А теперь бери лопату и засыпай яму. Как? Ну, что ты удивляешься? Делай, как я говорю. Жители деревни, бедные люди, подданные подишаха, слушайте меня! Если вы хотите совсем избавиться от подишаха, помогите поскорей засыпать яму землей. Вы поняли меня? Скорее! 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 Ну, вот и все! Вот и все! Засыпали! Дедушка, а что будет с моим деревом? Ведь оно осталось под землей, а мне так хотелось добраться до его вершины. Да ведь дерево, по ветвям которого ты странствовал, непростое, сынок. Это дерево истории людей, человечества, и никто еще не видел его вершины. ты меня очень многому научил, дедушка. И я не знаю, как благодарить тебя. Пусть наш дом станет твоим домом. Оставайся. Оставайся жить с нами. Мы будем всегда вместе. И ты, и мохан, и сладкая булочка, мама, я. Нам будет очень... нет, нет, Юсуф, нет. Пусть мохан и девочка остаются с тобой. Живите вместе и слушайтесь мать. И не забудьте рассказать своим односельчанам обо всем, что видели под землей. А я, я пойду дальше. Куда, дедушка? Почему ты не хочешь остаться с нами? Останься, дедушка. Оставайся. Останься, дедушка. Останься, пожалуйста. Не могу. Я всегда должен идти вперед и вперед. Мне нельзя остановиться ни на минуту, потому что мое имя время. Время. Прощайте. Прощайте. Вот и улетел. А я его так полюбил. И я, и я. Этот мудрый старик сказал правду. И он указал вам путь в жизни, дети мои. Идемте. Вот с того дня мы живем все вместе. Трое самых верных друзей. Я, Юсуф, сын сапожника. Я, Мохан из города машин. И я, принцесса жемчужные слезы. Принцесса? Принцесса! Нет, нет, нет. Не принцесса, конечно. Дочка булочника. Мисс сладкая булочка. Мы крепкой дружбой связаны и будем ей верны. Нам полежаки разные, ни капли не страшны. Дарить свободу дарить свободу дарить свободу людям мы будем, будем, будем. Пути беда встречается Но это не беда Все хорошо кончается У тех, кто смел всегда Дарить свободу Дарить свободу Дарить свободу людям Мы будем, будем, будем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok